здравствуйте с вами марина ркалина и порция практических советов присоединяйтесь в общем-то основная часть рассады у нас уже высажена поэтому давайте сегодня программу снова начнем с красоты рядом со мной стоит большое количество рассады и объединяет ее только то что вся она белого цвета потому что сегодня я хочу второе окно оформить на своем доме и она белоснежная сегодня из дома я привезла редкий сорт бугин виллеи white она уже практически отцвела но я надеюсь на повторное обильное цветение грунт у меня как обычно стандартный в покупную почвосмесь из торфа я добавляю биогумус потому что биогумус имеет вязкую структуру и с ним влага будет сохраняться дольше а для кашпо это важно добавила еще немножко собственного компоста ну а в качестве питательной добавки конечно же я буду добавлять ионидный субстрат у меня остался буквально последний пакет ионидного субстрата для цветов ну и практически все кашпо мы уже засадили технологию ионидопоники разработал академик солдатов и именно вот на этой почве а иначе никак не назовешь действительно выращивают растение в космосе прошлом сезоне растений в этом кашпо на ионидном субстрате чувствовали себя просто бесподобно цветение было потрясающе а самое главное что я не делала ни одной подкормки в этот деревянный ящик вставляется 3 кашпо в первом кашпо нужно сделать небольшую вертикаль поэтому высаживаю в первую очередь сальвию она имеет голубой оттенок немного оттеним белый цвет далее у нас будет водопад из алисума это алисум вегетативный выглядит он пока конечно не очень хорошо облетел потому что давно пора его пересадить львиный зев также опудриваем следующее кашпо нужно как-то уместить дихондру и петонию чем больше ионидного субстрата будет соприкасаться с корнями растений тем выше будет результат в третье кашпо я добавила катарантус белую вербену и вот это свисающее пестрое растение называется плектрантус я все мульчирую корой сначала мелкой потом покрупнее фракция так лучше сохраняется влага корни не перегреваются и пока растение не разрослись крупными фрагментами коры я задекорирую краешки кашпо многие дачники спрашивают а совместим ли микробиологический препарат с бактериями с ионидным субстратом дело в том что ионидный субстрат это не минеральное удобрение как таковое поэтому микробиологические препараты после пересадки с ионидным субстратом можно и нужно использовать добавляю воду несмотря на то что композиция еще не разрослась она рыхлой тем не менее смотрится она весьма пейзажно хотите стильной композиции используйте с его для цветов работаем дальше когда солнце садится нужно не забывать раз в неделю всему саду делать профилактические обработки микробиологическими препаратами процедура крайне простая но она убережет вас от многих проблем сегодня вечером я решила заняться виноградником но потом мне показалось что забор за мной слишком скучно и посмотрите что я натворила попросила мужа присверлить мне новый таз к забору к сожалению старого у меня не было напилили веточек и на них поставили кашпо с растением ну а в старые лейку и ведра посадила пеларгонию самое главное как обычно сильно не пестрить но возвращаемся к обработкам виноград у нас в этом году очень сильно пострадал причем досталось ему два раза сначала зима была слишком суровая у нас очень глубоко промерз грунт и виноград подмер зимой потом он кое-как оклемался вроде бы пошел в рост и у нас были серьезные заморозки и виноград хорошо побила поэтому урожай у нас будет маленький но все-таки он будет завязи немного но посмотрите какие они уже крупные вот здесь будет сложная кисть конечно нужно это по максимуму сохранить уже неоднократно вам рассказывала что микробиологический препарат усовершенствовали и он теперь превратился в удобрение потому что в него добавили питание и не просто питание питание здесь находится в легко доступной форме есть как основные элементы питания так и микроэлементы а еще здесь есть янтарная кислота и аминокислоты а это значит что питание которое мы даем своим растениям будет усвоено просто молниеносно для профилактики болезни бацилла субтилис и энтерококос этим препаратом растения можно как поливать под корень так и обрабатывать по листу конечно когда много работаешь и сил в конце уже не хватает то можно взять опрыскивать и и дать это по листу причем дозировка будет приблизительно одинаковая нам нужно в среднем взять 70 миллилитров препарата на 10 литров от и чем чаще вы применяете микробиологические препараты в своем саду тем реже вы будете использовать химию grow help ягоды наш любимый это дачник земляника у нас тоже так хорошо прихватила возвратными заморозками было до минус 5 много черных серединок конечно шикарного урожая мы уже не получим но тем не менее ягода завязалась немало и сейчас она усиленно наливается весной если помните на этих грядках мы проводили землевание и закладывали гранулированное натуральное питание но сейчас когда ягода усиленно наливается как раз и нужна дополнительная порция питания что вообще это питание даст земляники после натуральной подкормки ягоды станут более крупными и более сладкими земляника очень полезная ягода для нашего здоровья если у вас конечно нет на нее аллергии поэтому применять минеральные удобрения и химические обработки на мой взгляд на своем урожае ну просто недопустимо на ягоду к сожалению претендуем не только мы например на землянике есть и нематода есть и кефяки которые поедают а еще на многих массивах у нас есть личинки хруща у нас майского жука при достаточно чтобы безопасно бороться с вредителями нужно вносить также натуральные препараты как правило одни содержат грипп не таризю и грипп баверия причем есть препараты где два гриппа находится в месте поэтому используйте на здоровье у в руках натуральный эликсир он может давать естественный осадок поэтому перед применением его нужно хорошо встряхивать несмотря на свой полностью натуральный состав эликсир является довольно действенным удобрением по этому норму которая указана на упаковке ни в коем случае нельзя превышать а здесь указано 1 миллилитр на 1 литр воды я предварительно развожу эликсир в небольшом количестве воды а уже потом добавляю в лейку и также в лейку я добавлю микробиологический препарат где есть бацилла субтилис подкормками и внесением бактерий также нужно заниматься вечером когда солнце садится устраиваем душ я использовала эликсир номер один для ягод от компании organic mix ну а ремонтантную землянику мы будем подкармливать дополнительно поэтому гранулированное удобрение для ягод нам также пригодится а сейчас я предлагаю вам немного отвлечься и мы поговорим о порядке и а чистоте на своем дачном участке это наш дачный туалет себя надо любить а соседи уважать поэтому есть определенные правила никогда нельзя ставить туалет близко к дачному участку соседей то есть к их забору современные средства позволяют сделать так что никаких посторонних запахов в вашем дачном туалете не будет заходите в нашем дачном туалете мы стараемся поддерживать идеальную чистоту и там даже растут папоротники под унитазом у нас обычная выгребная яма есть воздухоотвод и сзади этого домика есть отверстие чтобы можно было в случае чего откачать нечистота а еще у меня есть правило еженедельно я вливаю в унитаз ведро с микробиологическим препаратом чтобы не было как раз запаха и чтобы все перерабатывалось это средство заменяет множество других средств также с ним можно проводить дезинфекцию во всей квартире в вашем дачном домике и в местах где живут животные препарат микробиологические полностью безопасны наливаю ведро чтобы помыть полы протираете дома пыль также добавляйте воду немного и этого средства это самая задняя часть нашего участка здесь находится бак чтобы на всякий случай полить теплицу и здесь есть небольшая компостная куча и мы уже ее практически заполнили а чтобы компост готовился быстрее нужно разогнать процесса разложения органики и снова этот препарат идеально подходит наливаем в лейку и проливаем компостную кучу но если куча сухая то предварительно хорошо пролить ее водой а потом вносите микробиологический препарат томаты в этой теплице из нитканого материала я замульчировала хорошим слоем скошенной травы для того чтобы органика быстрее перерабатывалась тоже нужен и тот же микробиологический препарат с ним растение будут очень быстро получать натуральное питание эта новинка появилась в линейке 5 сезонов эффективные микроорганизмы перерабатывают органику и дезинфицируют средства 5 сезонов представлены в трех объемах и заказать вы можете их на маркетплейсах вдоль теплицы у меня растет изгородь из метельчатых гортензий рядом грядка с капустой под нетканым материалом чтобы не портить вид конечно капуста окрепнет и материал мы уберем метельчатые гортензии крайне неприхотливы но они нуждаются в ежегодной обрезке можно и делать весной либо осенью и это зависит от региона но еще каждый год я выламываю у гортензии лишние побеги посмотрите как она сильно заросла если побеги не выламывать то будет огромное количество соцветий но они будут не крупные если лишние побеги убрать то соцветия могут быть огромными в первую очередь удаляю побеги снизу они не нужны и удаляю самые слабые мне кажется я ободрала где-то половину побегов куст просто задышал буквально на одном побеге я вижу хлороз но это сигнал он говорит о том что гортензии нужно больше уделить внимание возможно нужно подкислить грунт потому что гортензия не может усвоить питание а еще нужно дать порцию питания этой гортензии я занималась весной в почву я положила торф кислый верховой и порцию органического гранулированного удобрения которое рассчитано на 45 дней но 45 дней давно прошли ну и конечно результат виден гортензия насыщенного зеленого цвета и побегов очень много довольно часто слышу от дачников но как же раньше наши бабушки все выращивали без удобрений ну начнем с того что гортензии никогда не выращивали и не видели такой красоты что же касается огорода то он был просто огромный и труд там был нелегкий и каждодневный я бабушке помогала помидоры высаживались сотнями а урожай был просто суммарный в конце сезона и я никогда не видела на томатах урожая огромного а сейчас одного томата благодаря качественным гибридом хорошим подкормкам мы получаем до 5 килограмм с куста поэтому моим любимым гортензиям сегодня все-таки достается порция качественного питания и разработано это удобрение именно с учетом потребности гортензии потому что помимо основных элементов питания это азот фосфор калий магний здесь есть еще микроэлементы самое главное есть сера вот сера и будет подкислять грунт что гортензиям очень нравится ну и конечно же 40 аминокислот который это питание молниеносно загонит в растения применять линейку таких препаратов с аминокислотами с питаниями совсем не сложно но в итоге мы получаем более пышное и длительное цветение более крупные соцветия и более богатый по витаминному составу урожай для приготовления рабочего раствора нам нужно 5 миллилитров препарата добавить в 2 литра воды и прямо из лейки устраиваем душ чтобы питание досталось и по листочкам и корням в своей работе я использую аминосил для гортензий и азалий но у компании обширная линейка питания с аминокислотами и вы можете выбрать все для ваших любимых растений что сейчас еще можно и нужно посеять первое это кабачки у меня правило как только кабачки начинают цвести появляются плоды нужно посеять новую партию вы наверное знаете что кабачки очень часто поражаются мучнистой росой и тлей поэтому выбираем качественные гибриды и сеем в два срока чтобы не бороться с вредителями а еще желательно чтобы кабачки были партенокарпические у меня хьюго и генри здесь у меня первая партия цветной капусты я выращиваю супер ранний гибрид называется white excel между капустой растет редис и до того как капуста начнет смыкать листья мы уже соберем хороший урожай и так же сразу хочу ответить на вопрос а завязывается ли редис под нетканым материалом потому что у меня грядка всегда закрыта посмотрите он там отлично растет для того чтобы получить урожай в конце сезона я еще раз на днях посею цветную капусту у нас сейчас стоит 30 градусная жара а редис нужно сеять каждые 15 дней но нужно выбирать сорта который можно сеять летом если возьмете вот эти три гибриды то урожай вас точно будет дусят мечта алиса царевна свекла на хранение высевают в начале июня тогда она будет хорошо хранится сегодня мы посеяли египетскую плоскую это очень вкусный сорт и первый раз мы посеяли гибрид горелон у него длинные корнеплоды если вы не успели вырастить рассаду бахчевых культур не страшно можно прямо сейчас и заказать семена посеять только выбрать нужно ранее и порционные гибриды например дыня сладкая красавица и арбуз динамит самое время сеять огурцы в грунт для консервации причем можно посеять как партенокарпические гибриды так и пчело опыляемые гибридом на ваше усмотрение в этом сезоне я вновь буду вам показывать результаты которые получают при выращивании гибридов от агрофирмы партнер вы всегда можете заказать в интернет-магазине на сайте семена партнер точка ров моя маленькая теплица вернее это огуречник размер 2 на 4 метра здесь обогреватель инфа красный мощность 1 и 4 киловатта есть автоматическая форточка именно сюда я свозила весной всю свою рассаду на этих двух грядках еще сегодня утром стояли 10 литровый кашпо в которых мы снимали в течение месяца урожая огурцов сегодня мы с огурцами попрощались и в эту теплицу в этом сезоне мы решили засадить бахчевые культуры дни 10 назад мы посадили порционные арбузы здесь есть эксперт кубок огня и динамит они уже подросли мы их подвязали и они зацвели также высадили четыре дыньки здесь два ранних гибрида это капри и сладкая красавица тот факт что гибриды супер ранние и порционные их вес 2-3 килограмма дает нам возможность не торопиться с высадкой мы все сделали комфортно также здесь можно увидеть буквально три огурчика и еще на днях мы посеем на свободную грядку огурцы семенами чтобы у нас огурцы были разного возраста и не было в один срок большое количество урожая то есть огурцы мы выращиваем в несколько этапов арбузы буду формировать в два стебля сейчас мы видим один стебель подвязали уже наш поляру и еще будем выращивать один паснок на одном стебле будут плоды а вот второй стебель нужен для того чтобы снабжать эти плоды питанием потому что листья это кладовая в них сосредоточено питание и если растению не хватает питания например в грунте она всегда может взять из листьев вот поэтому никогда не торопитесь оставлять растение без листьев не у всех к сожалению есть возможность покупать дорогостоящие удобрения удобрения пролонгированного действия который можно положить в лунку при посадке и хватит питания на длительное время и в связи с этим дачники спрашивают а чем можно подкармливать бахчевые культуры бюджетно если вы не положили удобрения пролонгированного действия то бахчевые культуры вот особенно огурцы придется подкармливать еженедельно простыми подручными способами и вот в течение нескольких недель я это буду делать и все подробно вам буду показывать сегодня мы будем подкармливать огурцы органическим удобрением это удобрение изготовлено методом обезвоживания экстракта конского навоза внутри упаковки находятся шесть вот таких таблеток эту таблетку сначала нужно положить в небольшой объем воды пол литра или один литр и подождать пока она сама растворится хорошо перемешать и уже добавить в объем 9 литров то есть у нас получится 10 литров готового рабочего раствора чтобы таблеточка растворилась как можно быстрее быстрее активизировалась желательно воду взять температурой около 30 градусов но не выше производители в эту таблетку добавили споры гриба триходермы а это значит что наши бахчевые культуры будут не только накормлены но еще и защищены от многих заболеваний например дыни и арбузы крайне неустойчивы корневым гнилям но таким удобрением таким способом можно в принципе подкормить любые культуры вашем саду ягодные цветочные овощные удобрения натуральные и в принципе мы можем сделать полив без предварительного полива водой но если растение сильно пересушено то конечно можно полить сначала водой теплой а потом сверху дать подкормку просто так получится более экономично просто если почва совсем сухая то при поливе много питания уйдет в нижние слои а это согласитесь неэкономно и также на днях эту теплицу мы полностью замульчируем сеном таблетки которые я сегодня использовал для подкормки называются конская сила натурально безопасно спрашивайте в магазинах у вашего города продолжаем тему подкормок перед вами ежевика это старый известный сорт который называется торт фри и я его до сих пор очень люблю несмотря на то что у меня есть и другие сорта но к сожалению в этом году и виноград и ежевика у нас сильно пострадали и зима была очень холодно и потом их добили возвратные заморозки поэтому урожай у нас все-таки будет но совсем небольшой но мы и тому рады ежевику я в этом сезоне ни разу не кормила осенью я положила органические гранулы под кустики в зону корней и можно видеть что грядки мои замульчированы хорошим слоем конской подстилки взрослый куст ежевики дает огромный урожай поэтому подкормка нужна ежевика любит органику и хорошо отзывается на органические удобрения и сегодня порцию органики она однозначно получит я вам каждый раз говорю что я в почву не вношу минеральные удобрения так как в них есть еще и вредные вещества помимо пользы но если вы хотите получить максимальный урожай то минеральное питание дать можно и каждую программу мы вам показываем вот эти колышки чем такое удобрение отличается от жидких минеральных подкормок обычно минеральные удобрения нужно давать минимум два раза в месяц а некоторые культуры требуют еженедельные подкормки например для пышного цветения или богатого урожая питание из рабочего раствора с минеральными удобрениями в лучшем случае усваивается растениями на 30 процентов все остальное уходит в нижние слои почва закисляется гибнет полезные микрофлора и вот представьте что вы такие подкормки даете постоянно в итоге ваша почва сильно страдает а самое главное что накапливается много тяжелых металлов потому что они есть минеральных удобрениях этот колышек мы вбиваем в зону корней и корешки потихонечку вытаскивают необходимое питание то есть нет необходимости еженедельно делать подкормки колышек твердый и питание из него молниеносно в нижние слои вымыться просто не может а соответственно и урона почвенной микрофлоре мы не наносим нам нужно отступить от ежевики от кустика примерно 30-40 сантиметров вот именно там и будет основная масса впитывающих корешков вставляем колышек засыпаем почвы почвы желательно утрамбовать и после этого нужно сделать полив но полив у меня будет тоже удобрительный и я дам ежевики еще и дополнительно натуральное удобрение так как вот такое питание она не доступна молниеносно я думаю вы это понимаете ежевики сейчас цветет завязываются ягоды а значит нужно питание быстро можно сделать настой из биогумуса а можно воспользоваться готовым биологическим коктейлем здесь есть основные элементы питания азот фосфор калий здесь есть 11 микроэлементов и также в составе огромное количество натуральных полезных веществ гуминовые фульвовые вещества натуральный экстракт витамина каротин фитонциды фитостерин хлорофилл и лигнаны я думаю многие дачники даже не знают о существовании таких натуральных и полезных веществ этот биококтейль пахнет натуральной хвои 10 столовых ложек на 5 литров воды именно столько рабочего раствора нужно взрослым кусту ежевики для подкормки ежевики я сегодня использую удобрение ракетов колышков для плодово-ягодных кустарников и биококтейль биоша для ягодных культур от компании биокомплекс спрашивайте в магазинах вашего города заказывайте на маркетплейсах или напрямую у производителя на их сайте биодефискомплекс.ру сегодня буду еще разбираться с таким серьезным заболеванием как увядание вернее предупреждать его сильнее всего она выражена у меня каждый год на баклажанах но если вы смотрите программу то видите что все равно у меня шикарный урожай а значит способы которые я использую вполне рабочие ученые которые занимаются исследованиями в области органического земледелия утверждают что увядание может предотвратить микориза возбудитель заболевания проникает в растение именно через корневую систему а микориза корневую систему защищает поэтому давайте этот доступный способ использовать я беру вот такой удобный инструмент который я никогда не использовала по назначению вы наверное знаете что он предназначен для посадки луковичных растений наверное это очень удобно но удобнее всего делать им лунки в которые потом мы вносим удобрения вот такой способ не травмирует корневую систему он как бы крышки раздвигает я приготовила концентрат из качественного препарата микоризы и добавляю его в лейку далее берем микробиологический препарат здесь бациллос субтилис и триходерма в опрыскиватель заодно сделала профилактику и на кабачках сейчас дачники присылают мне фотографии томаты не жарко хорошо политые но кончики листочков слегка подвядшие как будто влаги действительно немножко не хватает это кстати есть начальные признаки увядания и при помощи микробиологических препаратов можно растение поддержать и справиться я знаю что многие ученые агрономы советуют в этой ситуации сразу использовать химию это в корне неверный совет потому что химические фунгициды ваши растения могут просто быстро добить потому что химия снижает иммунитет растений а нам нужно иммунитет поднимать я во всем люблю порядок поэтому после работы инструменты всегда мою и складываю на свое место у меня специальный ящик и так же я вам не раз уже говорила что для микробиологических препаратов у меня опрыскиватель строго на 2 литра химические средства если есть необходимость их использовать я развожу в опрыскиватели 5 литров стильный удобный инструмент зеома спрашивайте в магазинах вашего города на официальном сайте зеома . шоп вы можете узнать адреса всех официальных представителей сравнивайте цены и приобретайте томаты в теплице окрепли хорошо подросли это индетерминантные гибриды новинки и формируя их строго в два стебля у нас была очень суровая зима теплица стояла открытая без снега и я очень надеюсь что белокрылка ну хотя бы больше еще часть все-таки погибнет но это не точно и всегда нужно заранее знать чем мы с вами столкнемся и вот поможет нам в этом вот такая клеевая желтая ловушка внутри упаковки находится 5 пластинок с нанесением клея и специальные подвязки обычно белокрылка садится на макушке растения там самые нежные листочки самый вкусный сок именно на этом уровне и нужно закрепить клеевые ловушки снимаем защитный слой у клеевой ловушки две рабочих стороны через какое-то время когда первый слой подсохнет можно снять защитный слой со второй стороны этот слой очень липкий поэтому нужно расположить клеевую ловушку рядом с макушками но следить чтобы листочки ни в коем случае до нее не доставали они приклеятся и повредятся еще хочу обратить ваше внимание что я закрепила ловушку на ленте ее можно опускать и поднимать вы наверное подмечали что если вы надеваете на прогулку какую-то желтую майку то на вас летаются все насекомые вот по этой причине ловушка и желтого цвета потому что именно этот цвет видят насекомые и охотно на него садятся можно периодически потряхивать томаты это не только способствует хорошему опылению но и еще будут вредители подниматься и садиться на эту желтую ловушку ну а мы посмотрим кто сюда прилетит на клеевую ловушку не нанесен яд только клей поэтому она абсолютно безопасно качественные клеевые ловушки злобный тет производитель компания росте спрашивайте в магазинах вашего города и заказывайте на marketplace на сегодня у нас все а у нас еще есть одна непростая задача у нас кусты и усыпаны урожаем вот единственная ягода которая нас не подвела в этом сезоне это жимолость синяя у меня действительно крупные сорта это видно бакчарской селекции а еще у нас началась петь земляника а